Зернодробилка на 7 кВт Здравствуйте, это Кавхаги Рефорд. Сегодня снимаю видео повторное видео про зернодробилку, которая в нашем хозяйстве имеется. Это зернодробилка на 7 кВт Вот как она выглядит. Первое изменение, которое я сделал первое, скажу, что разместил вот здесь бигбэк потому что когда не замечаешь, что у тебя пересыпается весь кожух то надо куда-то девать это зерно, которое высыпается и желательно, чтобы оно высыпалось сразу в бигбэк. Дальше Почти сразу обнаружил, что после запуска то видео я снимал как последнее видео про эту зернодробилку у меня неправильно стояла полярность на треххвазном моторе Это мелочь, казалось бы, но нет потому что, как видите, расположение вот этого вот кожуха такое, что аэродинамика позволяет зерну вылетать только при вращении вот в этом направлении а иначе оно тоже вылетает в трубу но получается большое его количество застаивается и в итоге приводит к тому, что забиваются забиваются лопасти то есть не дробилка сама а лопасти, которые глубже Дальше после того, как поменял полярность степень дробления изменилась и стала более крупнее дробленка из-за этого мне пришлось все-таки поставить сетку хотя раньше ее и не было поставил сначала самую крупную сетку вот такую вот и вот можно посмотреть на дробленку какая получается много зерна не передробленного из-за этого сейчас ставлю сетку поменьше вот такую вот чуть-чуть меньше как видите вот с этой сеткой буду пробовать посмотрим, как она получится ставится она просто вот вставляется туда поджимается вот такой вот такой вот пластиной вот туда и все там болт снаружи все, ну единственное, что пришлось открутить кучу барашков которые находятся вот здесь вот по периметру то есть неудобный очень способ а барашки крутить очень сложно на морозе особенно ну вот так вот так в целом работа удовлетворяет если сейчас помол чуть-чуть изменится мы не хотим получать муку но хотим, чтобы просто целых зерен было поменьше то есть степень размола нас удовлетворяет хотим, чтобы меньше было целых зерен потому что они как выходят так и выходят у коровы вот такое вот изменение мы сделали зернодробилку а так весь этот вот конструкция вся работает достаточно хорошо бывало, что один раз она у меня вон там вот слетела начался такой фонтан из дробины но это только потому, что я не заметил и у меня переполнился кожух и он натянул верхний узел и вот его изогнуло но я сейчас его закрутил получше к дереву сейчас вряд ли должно что-то происходить плохого вот так вот и вот результаты соответственно вот размол полученный вот я его разложил чтобы была видна вся фракция на крупной сетке вот такой вот сетке и вот размол полученный от следующей более мелкой по размеру сетки ее показать не могу она уже стоит на дробилке вот как он выглядит на вот это уже меню наверное ни одного нету ну может пару зернышек непомеленных вот а тут вот ну много много зерен то есть ну процентов 5 ну может 4-5 ну может даже 10 не знаю тут ну ну штуки штуки вот конечно еще боимся чтобы размол не стал мукой это тоже ничего хорошего не даст вот нежелательно я так понимаю все-таки мука ну вот такая фракция мне кажется нас удовлетворит по всем параметрам ладно всем всего хорошего до свидания удастся и прекрасно не знаю что я удастся Продолжение следует...